Всем привет! Сегодня у нас в гостях Елена Кекшина. С Еленой мы знакомы уже, наверное, более года. Мы вместе работаем по направлению роста, развития бизнеса. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, откуда ты, какой у тебя бизнес и как он у тебя растет и развивается. Я из Иркутска. У меня интерьерная компания, которая 12 год. Моя задача всегда была комплектация интерьеров мебелью разного класса, российской, итальянской. И последние годы я занялась также частной практикой дизайном интерьера. Дети выросли, помощников достаточно много, персонал, который у меня работал со специальным образованием. Ну и возникла такая потребность и желание у моих постоянных клиентов, чтобы я занималась полным циклом от ноля до полной реализации интерьера. Ну я решила, почему бы и нет, и, собственно, начала это делать. Я стала предлагать, они стали спрашивать, но это все не имело какой-то оформленной такой, да, системы, грубо говоря. То есть много работы, которую я делала просто бесплатно. И люди, в принципе, воспринимали, как само собой разумеется. Да, то есть если я раньше просто техническую схему для кухни создавала, это входило в мою работу по созданию, собственно, кухонного гарнитура. Но когда там розетки раскидать по всей квартире или уже что-то, да, ну это уже, наверное, был такой перебор. Это как-то стало приобретать более такие масштабные проекты, запросы заказчиков. И я понимала, что мне не хватает немного квалификации руководителя, чтобы быть в студии, чтобы плотнее, четче работать по задачам с заказчиками, да. Я поняла, что мне нужно дополнительное образование, вот так скажем. А что вы поставляете, что вы продаете вообще? Кухня, мебель? У меня полного цикла компания, да, плюс еще два производства. Это мягкая мебель на сегодняшний день, кровати в основном мы делаем. И цех акрилового камня, то есть с Корианом, ЛДЖИ мы работаем. А так российские и итальянские кухни, диваны, встраиваем мебель на заказ. Тоже российская и итальянская, в общем, кровати и аксессуары. И гостиницы вы частные делаете, да, как мы общественные частные? Нет, общественных интерьеров совсем немного, запрос небольшой. И как бы у нас город небольшой, у нас всего 600 тысяч населения. В основном частные заказы, и это класс стандарт плюс, премиум, да, то есть это не эконом-сегмент. Так, окей. И тогда, получается, пошли запросы, да? Да, я поняла в один момент, что мои клиенты – это клиенты бизнес-класса. Я начала вот как бы эту тему раскачивать, бизнес-класс, бизнес-класс. И потом в разгар пандемии, это было лето 20-го года примерно, я в интернете, где-то на ютюбе, в общем-то, нарвалась на твое предложение. Твой такой месседж, типа, приходите, ребята, научу, у кого нет системы, расскажу, что да как. И, в общем, я сходила на один бесплатный вебинар какой-то там часовой. Ну и потом вот как-то очень быстро приняла решение, что мне это надо. Потому что у себя в городе, в принципе, я уже не могла найти такого консультанта, который мог бы меня вот повезти выше куда-то, да? То есть вот так вот получилось. Классно. Что делала, как решила, что было сложно? Вот расскажи немножко. Да нет, сложно не было ничего. Ну, во-первых, как бы ты идешь очень спокойно по этапам, ты сам анализируешь, сам выполняешь задания, а сам как бы на практике это применяешь, да, все, что написано в твоих блоках. Вот. То есть нет никакой гонки, нет никакой там какой-то сдачи экзаменов или там следующее задание открывается, ты предыдущий не сделал. То есть вот этого чувства вины за то, что ты там чего-то не выполнил, тебе уже надо дальше идти, потому что ты там деньги заплатил или ты результата хочешь какого-то получить, да? Вот этого нет. То есть для меня это абсолютный комфорт. Я нахожусь в общем чате. Если я загружена какими-то делами, я знаю, что постоянно по субботам бывают встречи онлайн, да, в зуме. Если я где-то что-то пропустила, то есть я могу всегда прочитать, пролистать, что ребята обсуждали. Ну и, конечно же, особая ценность – это консультации, которые с тобой лично по твоим вопросам мы разбираем, да. Сколько у нас там, по-моему, 12 лет, 12 встреч. 12 лет. 12 лет. Хорошо. Какие были у тебя задачи, да, очередные, да? Я помню, просто мы обсуждали тему, не знаю, ты, может быть, помнишь, может быть, нет, что тебе нужно было именно как дизайнером стать, становиться, и как другие дизайнеры твои клиенты уже воспримут. Как удалось эту тему сделать? Да, это был такой барьер, потому что, ну, вот как бы для меня психологически больше. И вообще, все это обучение, весь этот курс для меня больше был связан, конечно, с такими психологическими инструментами, да. То есть, когда ты понимаешь тип своего клиента, что этому клиенту нужно, да, четко распознаешь, как бы работаешь его запрос, как ты работаешь сам с собой, то есть, да, вот как бы выработал свою уникальность, понял, сам себе честно признался, чего тебе хватает, чего тебе не хватает, на чем ты зарабатываешь деньги, что для тебя сложно, что для тебя легко. И когда ты начинаешь вот выверять маленькими шагами, вот, ну, структурировать все, что в тебе самом внутри есть, да, ты понимаешь, в чем твои сильные стороны и начинаешь применять эти инструменты. У меня это достаточно быстро получилось, в принципе, что я поняла, что, ну, у меня уровень уже не низкий, база у меня какая-то готовая есть, плюс у меня еще очень ресурсная сама по себе компания, да, это и тот персонал, который у меня уже был со своими навыками, и, собственно, продукт, который я на рынок представляю, да, мне нужно было оформить это вот именно теперь, как бы, ну, в комплекс такой, да, что я теперь могу не просто комплектовать интерьер мебелью, но еще и плюс могу, как бы, полностью интерьер создать. Ну, и тем самым подвязались клиенты, когда мы, вот сейчас мы отель, да, делаем. До этого у меня был ресторан в моей практике, я решила попробовать для портфолио сделать ресторан. Переговоры, это интересно. Сделала в нашем городе, да, были переговоры, в общем, а сейчас у нас уже бутик-отель обсуждается, и я выступила в роли не дизайнера, а именно менеджера проекта, я как организатор с архитектором, с заказчиком и с дизайнерами, декораторами, вот в одной группе мы сейчас создаем этот проект, ну, в стадии заключения договора. Как бы, благодаря тому, чему я здесь научилась, да, вот сейчас мне было очень легко с заказчиком самим обсуждать какие-то детали договора. В принципе, я понимала четко, что нужно, да, потому что, вот, когда мы разбирали цикл уроков по типу клиентов, эти клиенты – это инвесторы. И когда вот мои коллеги, архитекторы и декораторы не понимают, почему он задает такие вопросы и начинают объяснять ему что-то на своем языке, я четко вижу, что клиент испытывает неловкость, потому что он вообще не понимает, о чем они говорят. Он инвестор, у него есть какие-то требования к договору, которые вообще никакого отношения к дизайну не имеют, да. И поэтому я вот тут вот таким мостиком связующим, ну, выступила, и это очень сильно и коллеги оценили, и заказчик, потому что у нас очень быстро все договоренности, как бы, да. Расскажи немножко про пиар-часть. То есть я знаю, что ты тоже, как бы, занялась и фотосъемки были очень классно, красивые. Да, да, это в прошлом году, когда мы начали с тобой заниматься, спустя месяца 3-4, там блок у нас был какой? Привлечение, упаковка, да. Я уже даже вот эти вот все названия не помню, как-то они так вот. Главное не работали. Я их для себя применила, я даже не помню точное там название. Я подписала договор на пиар на год с девчонками, и здесь просто благодаря тому, что мы уже знаем нашу уникальность, да, я ее проработала. Привлечение сработало быстро, то есть нашлись люди, которые впустили в свои дома. Я стала еще больше усиливать вот эту вот эмоциональную составляющую, свою личную, в интерьерах ее показывать, показывать, на что, ну, какие возможности у моей компании есть, все такое. Но случился другой момент, который, ну, я расцениваю как сложный, но решаемый на сегодняшний день, да, это персонал моей компании. То есть не все люди вдруг смогли со мной рядом продолжать путь, да. Просто я уже объективно со стороны, без эмоций увидела, что, без эмоций с моей стороны, но увидела, что многие не готовы со мной так быстро бежать, дальше как-то расти, развиваться, там, еще что-то, да. То есть многие остались на том же самом уровне. И буквально в январе, вот за 10 месяцев сейчас, я могу сказать, в январе этот процесс весь начался. Я приехала с отпуска от новогоднего, в общем, провела пару планерок, и с января по сегодняшний день за 10 месяцев у меня сменился 100% коллектив. То есть команда у меня 100% поменялась. Сейчас еще не полная комплектация есть, да, по персоналу. Но вот прямо на этой неделе три последних позиции мы закрыли, потому что я более четко ставлю задачу, я разделила людей по функционалу. Я вижу, что многие не готовы работать в условиях. Ну и, конечно же, смотрю вообще, в принципе, другими глазами на складывающиеся сейчас на рынке труда, на запросах клиентов. Вот на всем, что вокруг сейчас происходит, в нашей интерьерной сфере, я смотрю, конечно, совсем другим взглядом. Потому что я сейчас вижу, на что способны молодые специалисты, которые приходят, чего они вообще хотят, да. То есть я с ними на собеседовании вопросы им такие задаю, которые для меня выводят человека на то, что он мне просто отвечает, а что бы он хотел там через год получить. И будет ли он полезен мне моей компании, да, и буду ли я ему полезна. Ну, получится ли у нас сотрудничество. Потому что главное, на чем мы работаем, это сотрудничество. Отношения с людьми, то есть мы принимаем на работу там по профессиональным навыкам, потом расходимся по человеческим, а бизнесу это очень сильно мешает. И здесь вот именно назначение сотрудника на определенные функции мне очень сильно помогло. То есть я вот сейчас прямо задачи ставлю и под это дело прямо вот смотрю, где у меня в коллективе какая дыра, где у меня в команде какой там пробел. Администратор мне нужен, либо директор, либо специалист по закупу, либо продажник, да, либо чертежник-конструктор. То есть вот я прямо за эти 10 месяцев сменила команду таким образом, что у меня вот везде все работает четко. Получается, сама выросла, да? Один другого поддерживает. Да, я сама очень сильно выросла. И из-за этого? Я чувствую, что у меня наступает такое прям спокойствие и стабильность. То есть я не завишу на сегодняшний день от моих сотрудников. Если уходит один сотрудник, либо, ну там стажировка неделя-две, да, проходит, если у нас что-то не получается. То есть я абсолютно спокойно рекрутерам уже знаю, какую задачу, и они тоже. У меня рекрутеры первый месяц, наверное, вообще были сначала в шоке, что такое люди не идут, на вакансию никто не отзывается, оттуда и все. Мы с ними подстроились. А сейчас у меня вот прямо каждую неделю 2-3 человека рекрутеры мне отправляют вот таких, каких мне надо. То есть просто я им конкретнее задачу поставила, да, и как бы люди приходят уже с такой, со спецификой с определенной. В общем, комфортнее стало работать намного. Как я отстроилась, собственно, от тот запрос, который первый у меня был, от того, что мои коллеги меня воспринимают как конкурента, да? Когда я всю жизнь предлагала им мебель и наполняла мебелью их проекты, и здесь вдруг вроде бы как я на широкую ногу встала и сама как бы начала заниматься этим от и до, да? Я объясняю это, сейчас уже даже объяснять этого не нужно, я не работаю просто над проектами. То есть моя задача – это вот именно довести объект до фотосессии. То есть я сделала проект, я их не беру много, у меня там их 3-5 параллельно где-то. Я беру их от нулевого цикла, я их полностью заполняю мебелью своей компании, и я провожу у себя фотосессию со всеми своими аксессуарами. То есть мой заказчик, который ко мне приходит, мы с ним работаем от и до. Большая масса дизайнеров работают только визуализаторами, либо на большое количество проектов, да, то есть их может быть там 15-20 проектов, но они без ведения авторского надзора, без комплектации. Ну, в моем случае это исключено. То есть как бы если заказчик просто хочет проект от меня, это не мой заказчик. В эконом-сегменте я не работаю. Ну, очень быстро я от этого отстроилась, сама для себя приняла, признала, что это так. Как бы вот убрала всю шелуху, которая мне мешает и там распыляет мое внимание. И мне сейчас хорошо. Какие основные качества руководителя или дизайнера, как ты думаешь, там, ты ценишь, например, ну или там в себе у тебя воспитались, да, или воспитанность сейчас есть, и какие ты ищешь там в сотрудниках, что самое важное. Знаешь, наверное, от обратного скажу, чего не хватает. Может быть, там мы так по-другому клубочек распутаем, да, что ты тоже умеешь делать. Проблема большая с обратной связью. То есть вот ты даешь задание, да, и тебе, то есть если вот, допустим, я с клиентом общаюсь, да, я от него эту обратную связь в любом случае там вопросами получу, ну как бы, я понимаю, что моя цель получить от него обратную связь, чтобы там минимум какой-то работы лишнее делать, да, и четко предложение какое-то сделать буквально с первого раза. Ну, то есть там планировочные решения, визуализация, это я все с первого раза со своими заказчиками согласую, вот так. А вот, допустим, с сотрудниками, как руководитель, мне сейчас постоянно каждый сотрудник, особенно те, которые уходят от меня, да, с которыми мы расстаемся, там, замену ищем им и так далее, они все сплошь и рядом говорят, старые сотрудники, нам непонятна задача. А когда я задаю вопрос, сдаю эту задачу, они просто молчат. Я не получаю, например, на свое задание, там, элементарно принято, будет сделано там к среде, да, к среде не успевая, можно там перенесем на два дня или еще что-то. Нет обратной связи, это очень тормозит процессы. То есть вот прям мне хочется какой-то блок такой, как правильно задавать вопросы, как правильно ставить задачи и добиваться их исполнения от сотрудников, да. Но я опять-таки благодарна нашему курсу и тем студентам, которые параллельно со мной у тебя занимаются, да. Сейчас мы, например, с Дашей работаем над уникальностью там одного направления, которое я вот хочу развить в своей компании, как краски привлечения молодых дизайнеров. Молодых дизайнеров, потому что у меня клиентами моей компании являются на 90% все равно это дизайнеры-архитекторы нашего города, которые приходят за хорошей мебелью, которые полагаются на то, что у нас есть все в одном месте. И мы вот с Дашей так выверили, что нам и салон, собственно, нужно подстроить для дизайнеров опытных, которым нужно с заказчиком в течение там трех-четырех рабочих часов полностью закрыть все вопросы, да. То есть для них нужен отдельный салон, спокойствие, чтобы не распылялось внимание, проработать весь проект, очень опытный менеджер, закрыть эти вопросы. И человек выходит, у него задача решена, у нас задача решена, у клиента решена, и как бы все остались друг с другом довольны. Но большое количество людей, которые только приходят в профессию или которые работают 3-5 лет в профессии. И здесь часто за счет своего проекта или заказчика молодые дизайнеры, девчонки, парни, они, конечно же, тоже сами пытаются чему-то научиться, пытаются у нас научиться. И они хотят по нескольким компаниям ходить. В общем, сами мучаются, клиенты мучаются, и вот эти вот штуки все. В этом ничего страшного нет, конечно, это все нормально. Просто мы сейчас с Дашей разрабатываем систему, как сделать это комфортно и эффективно для всех сторон. По работе с персоналом и постановкой задачи, как раз, я так предполагаю, что и с Ксенией дальше буду работать. Ну, вот мы сейчас тоже так в стадии обсуждения, говорю, давай мы сейчас вот здесь проработаем, чтобы у меня внимание не распылялось, и меня на все хватило. Потом я вот буду с Ксюшей заниматься. То есть твои студенты дальше между собой такие коллаборации устраивают? Учат друг друга, да, делятся опытом. Мало того, что это на наших онлайн-встречах, конечно, очень классно. Ты за другими людьми наблюдаешь, где-то что-то там подпишешься на них, да. Потом вот в Питер я летала, я с Кристиной встречалась. Мы тоже там обсудили такие рабочие моменты, что как у них, в чем сложности, еще что-то. И так друг за другом следим, но потом это вот нечто большее перерастает. Мы тебе все благодарны, потому что мы растем, мы не стоим на месте. Спасибо, спасибо. Кому бы посоветовала к нам присоединиться, в каких ситуациях, обстоятельствах, людям каких? Люди, которые не от ноля прямо начинают работать. Может быть, у тебя есть какая-то версия лайт для начинающих дизайнеров, да. Но вот мое видение со стороны, и я про себя говорю, да, мне кажется, что это максимально эффективно и быстро, и оценят именно те люди, которые уже поработали в профессии, набили какие-то шишки. И как в моем это случае было. То есть я где-то по наитию интуитивно понимала, да, что ты попробовал, у тебя не получилось, ага, ничего страшного, ты как предприниматель идешь вроде бы, да. Ладно, попробуем с другой стороны зайти и так далее. Но, в принципе, зачем это делать, когда здесь есть вот она готовая система, в принципе, по шагам ты вот все изучил, посмотрел для себя, выверил то, что тебе надо в комфортный промежуток времени, да, комфортно для себя отработал, задал интересующие тебя индивидуальные какие-то вопросы тебе на все. И это, конечно, прогресс в короткий срок такой максимальный. Спасибо. Как ты оцениваешь за год, получается? Такой сам, да, с собой гордишься? Да нет, похвалил. Придумал такое, придумал, людям помогаю. Спасибо, спасибо. За год как оцениваешь прогресс свой? Да, я думала, что мы с этого встречи начнем, но я уже что-то это понесло меня. У меня вчера день рождения был. Ну, это выравляю. Да, спасибо. Я прилетала сюда, собственно, потому что, ну, в общем, у меня заказчик в Москве появился, да, в районе Барвихи у нас там дом, но это иркутский заказчик, мы ему там в Иркутске работали с ним неоднократно. И вот здесь, значит, ведется строительство. И он, меня тут уже третий этаж, мы до третьего этажа дошли. Мебель сейчас сюда, половина уже приехала, половина будет ехать. И, в общем, они переключились дальше тоже по дизайну интерьера, по техническим чертежам, там по ноутбордам такой легкий у нас проект получается. Он мне на прошлой неделе, позапрошлой говорит, приезжай, надо посмотреть, там отделочники сидят. Бригада тоже иркутская работает. Столкнулись с тем, что сложно в Москве вот так вот сибиряку приехать и вдруг там бригаду нанять, дизайнера, вот это вот все сделать, как вот свои родные люди, больше им доверяешь. И сложности технические вообще какие-то есть. А так вроде бы все четко. Ну, он же клиент бизнес-класса и ВИП чем отличается? Он же делегировать может? Может, да. Это я сейчас понимаю важно. И на этом четко, собственно, мы и работаем, мы договариваемся очень быстро. И я говорю, слушайте, у меня тут день рождения на следующей неделе, давайте я уже тогда дотяну недельку, вот прилечу. Вторник, среду я у него работала, вчера отметила день рождения и понимаю, что время остается, я приеду к тебе интервью, дам. И как-то в день рождения и вообще вот эти вот все обстоятельства невольно ты подводишь итоги вроде как предыдущего года, да, там далеко-то сильно не смотрим. Не юбилей, собственно, был, а всего лишь день рождения. И вот я в этот момент поняла, что за последний год у меня очень большой прорыв был, да. Я успокоилась, я настроила все системы. В принципе, у нас такая сейчас сложная ситуация, экономическая, с персоналом, вот с этим, с коронавирусом, да. Мы за прошлый год, наша компания ни на день не закрывалась. То есть, несмотря на то, что у меня 100% обновления коллектива идет, я даже морально готова на то, что если у меня там один-два человека останутся из десяти в команде, да, то есть я четко подстраиваюсь и ищу просто новых. У меня это не вызывает никакого стресса, я воспринимаю это как нормальный процесс рабочий, да. То есть, под мои задачи нужно сейчас сделать вот это, вот это и вот это. Под мои задачи завтра нужно вот это, вот это и вот это сделать. И получается так, что ты вот прям не останавливаешься, ты работаешь, работаешь, работаешь. Со стороны люди смотрят и говорят, ну это вообще она прет, как танк. Она как танк вообще, вообще откуда силы вот это все делать. Ну а ты просто реально поставил себе цель, ты понимаешь, по какой технологии тебе двигаться и для чего тебе это надо. И у тебя, в принципе, на все хватает силы, их остается погулять. Вот мы все Мишленовские рестораны за три дня обошли, да. Первый день начала. Клиенты мои смотрят, думают, ничего себе, с утра работают, значит, вечером там White Rabbit, тут мы в ШИ сходили, тут мы там. Первый день мы были в Сахалине, мы были. В общем, Саву вот сегодня съеду, ну даже четыре. В общем, те, кто работает 24 на 7 без выходных и отпусков, берите пример. Так в том-то и дело, что ты встраиваешь нормально свой отдых, выходные, отпуская все остальное в свой рабочий процесс. То есть это неотъемлемая часть, ты воспринимаешь, это все, что не происходит, как неотъемлемая часть твоего бизнеса, да, твоей жизни. И баланс жизни сразу сохраняется, да, ты отдыхать успеваешь. Ну это круто. Потому что если хаос вот этот рабочий, который был до того, да, что было до того? До того не было коронавируса, потом начались вот эти ограничения, началось обучение у тебя, и поэтому я вот расцениваю этот год последний именно связанный с тем, что это вообще какой-то крупный этап был. И вот этот хаос ушел, наступила какая-то систематизация, наступило спокойствие, и вот оно приходит работа. Сейчас у меня цель на ближайший момент закрыть вопрос по персоналу окончательно, да, потому что ну уже вот как бы приходит такой момент, что сейчас уже как бы четко мы закрываем все позиции, все вакансии по моим требованиям. Дальше открытие шоурума, нужно выставку заказать, тут еще кое-что по Москве я поездила, тенденции посмотрела, посмотрела, как это у коллег устроено, как шоурумы сделаны, тот же буконцепт, например, да, мне нравится, где есть вся мебель. И как она оформлена вот в шоуруме. У меня есть помещение в собственности, один из моих салонов, сейчас мы там реконструкцию сделали, и вот моя задача оформить выставку, рабочую, качественную, хорошую, только чтобы человек, ну, заходил и понимал, в принципе, с первого взгляда, что у нас есть все, что ему нужно. Ну и затем я ставлю себе финансовые цели, так как все на своих местах, дальше у нас становится вопрос только вот зарабатывания денег, да, чтобы все работало как часики. Спасибо тебе большое. Пассивный доход, модная тема, да? Да, да, да. Так хочется выйти на пассивный доход, вот это вот все. Ну, ступеньку сделала, поставила действительно фундамент, поняла цели, свои сильные стороны, поставила регламенты, людей, проекты, то есть все классно, желаю тебе исполнения этой заветной мечты. Спасибо. Надеюсь, там через год приедешь, скажешь, у меня уже вообще даже ремонт выключен, только по ресторанам ухожу. Да, да, да. Хорошо, спасибо, ну, в завершение нашим зрителям, слушателям, может, ты тоже скажешь, и будем заканчивать. Ребята, искренне мои рекомендации тем, кто находится в профессии, не только занимается дизайном интерьера, потому что вот эта система сейчас, на которую я смотрю, да, которую я тестирую, вот я, собственно, живой пример того, что я в этой системе, нахожусь, она подходит не только для интерьерного бизнеса, но и вообще, в принципе, для систематизации всех процессов, да. Это же может быть не только интерьерный бизнес, это может быть там даже, не знаю, не ресторанный, пожалуй, но все равно. Мы сейчас в ресторане в Сангапуре делаем такие методы, да? Да, ну вот все равно. Конечно, ресторанный тоже может быть. Системный подход к постановке людей на определенные функции, достижение своих целей, понимание, кто является твоим клиентом и как, собственно, сделать упаковку и так далее, продукты, донести ценность своей работы до своего заказчика, ну и, собственно, заработать на этом минимальными средствами и энергией максимальное количество денег. Правильно? Есть готовая система, поэтому не ищите каких-то других вариантов, не распыляйтесь на какие-то мелочи, приходите к Станиславу на курс и будет вам счастье. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. У всех получится, кто будет действовать, кто не только скажет, что я хочу, но и будет действительно работать. Это очень важно. Да. Спасибо большое. Лена, рад был тебя очень сильно видеть. Удачи тебе во всех делах. Спасибо.